О реализации грантовых программ развития фермерских хозяйств, ситуации на рынке труда, бюджете территориального фонда ОМС и еще десятках важных тем для региона говорили сегодня на заседании правительства. Были приглашены главы администрации муниципальных образований. Вера Горбатова передает издание правительства. Индекс промышленного производства в Ростовской области за 8 месяцев 2018 года увеличился на 15% по сравнению с 2017. Об этом сегодня заявил на заседании правительства заместитель губернатора Владимир Крупин. А еще за 7 лет в регионе 670 фермерских хозяйств приняли участие в грантовых программах. Область лидер в ЮФО по объемам грантов. Только в этом году современные молочные фермы открылись в Красносулинском, Константиновском и Цилинском районах. Отрадно отметить, что две трети их занимаются животноводством. И более половины это молочное животноводство. И сегодня мы подводим промежуточный итог. 15,5 тысяч тонн молока дают фермы, которые построены на средства гранта. И это 23% того объема, который получаем от крестьянско-фермерских хозяйств. Это хорошие цифры. Количество безработных уменьшилось на тысячу и составляет 17 тысяч на 42 тысячи вакансий. О ситуации на рынке труда рассказал Сергей Григорян, руководитель службы занятости. Есть для всех работа. В основном 65% это работа по рабочим специальностям. У нас есть возможность обучать, переобучать, делать это в различных вариантах, индивидуально, в групповом режиме, дистанционно. То есть все возможности для того, чтобы соответствовать этим 40-42 тысячам вакансиям, есть такая возможность. Самое главное убедить себя в том, что необходимо работать. Все остальное это техника. Техника у нас отлажена. Финансирование из года в год от наших мероприятий губернатор увеличивает. Ввели в эксплуатацию новый продукт. Это мобильная версия нашего портала с вакансиями. Теперь не надо у компьютера сидеть, чтобы видеть наши вакансии. Каждый, у кого есть смартфон, в реальном режиме может смотреть вакансии, выбирать их. Донской регион в первой десятке субъектов, которые добились высокого уровня трудоустройства. Так 8 из 10 человек, обратившихся в центр занятости, получают реальную помощь и находят работу. Вера Горбатова, Игорь Залунин, Вести, Дон.